Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Дима Дмитренко устроил свидание втроем для Оли Рапунцель и Оли Райской, которая вернулась на поляну. Райская пишет, приехала на поляну, встретил меня Дима и пригласил на свидание втроем. Подарил букет красных роз мне и букет нежно-розовых Рапунцель. Сказал, что любит Рапунцель и хочет быть с ней, но заселяться с ней не хочет. А со мной он остается в дружеских отношениях. Райская так и не поняла, то ли Дмитренко хочет с ней расстаться действительно, то ли во всем этом имеется скрытый контекст. И Дима хочет, чтобы она продолжала его добиваться. Женя Перец сделала романтическое свидание Алексею Пирогову. Она попросила простить ее за массаж и за поцелуи с Ваней Барзиковым. Женя пригласила двух своих подруг, двух черных кошечек, чтобы они сделали ответный массаж Алексею. Парень простил ее и они вновь стали парой. Руслана Мишина возмущена несправедливыми претензиями своего молодого человека Семена Фролова. Выяснилось, что я опять какая-то не такая. Оказывается, я не справляюсь с женскими обязанностями. Странно, только этим в последнее время я и занимаюсь. Готовить – пожалуйста, убраться в домике – пожалуйста. Постирать вещи – да несложно. Исправить поведение – стараюсь. Ночь любви – не вопрос. Но по словам Семена, я ничего не делаю. Обидно, когда не ценят твои старания. Андрей Чуев продал квартиру своей бабушке в Старом Осколе. Видимо, для того, чтобы вложить деньги в строительство нового жилья. Подписчики комментируют. Нормально. Бабушку в дом престарелых, а сам квартиру продал. Теперь бабуля бездонная осталась и будет доживать в приюте. Ольга Рапунцель поздравила с днём рождения свою маму. Родная моя мамочка, спасибо тебе, что ты дала мне жизнь. За то, что в жизни за руку вела и за хорошее, конечно же, воспитание. Я тебя очень люблю, моя родная мамочка. Лена Босс и Настя Волынец сдружились. Они отдохнули вместе в ночном клубе. Мы долго ждали выходного, пишут девушки. Прекрасно отдохнули, развеялись и наговорились. Вот некоторые комментарии подписчиков. Куда катится мир? Развлекаются, лучше бы к детям ехали и рядом с ними проводили время. Две мамаши-кукушки спелись. Андрей Черкасов не забывает своих старых друзей. Он встретился со своими сослуживцами. Ровно 12 лет назад мы получили лейтенантские погоны. Третий взвод. Телезрители предлагают продюсеру телепроекта Алексею Михайловскому сделать пластику носа Косте Иванову. Ведь у него сломан нос и это выглядит не очень красиво. Михайловский сказал, что Костя с такой просьбой к нему не обращался. Сам Костя считает, что так он брутальнее выглядит, хотя храпит ночью сильно. Татьяна Владимировна Африкантова выложила свою фотографию 90-х годов. На снимке она справа. Лихие 90-е. Здесь я пришла в школу к Марине на праздник. Тогда я еще запросто могла выучить целую песню и петь. Сейчас не могу запомнить один куплет и припев. Татьяна Владимировна сильно волнуется перед своим выступлением в конкурсе «Человек-года». Она выступает второй. Ведущая проекта Ольга Бузова продолжает работу над своей книгой. Она снялась в фотосессии. «Мы сегодня отсняли такую красоту для моей книги. И не только», – пишет Ольга. Также Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками постельным фото со своим мужем Димой Тарасовым. Возможно, что снимок сделан после секса. Вот некоторые комментарии. «Понятно, что публичные люди, но из спальни семейная ложа – это святое, личное. Зачем на всеобщее обозрение? Начинаю сомневаться в адекватности этой семьи. Не удивлюсь теперь их следующем селфи из туалета. Они счастливы и наслаждаются жизнью. Молодцы, но все-таки лучше новости из постели не выкладывать». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!